Друзья, всем привет! С вами InvestFuture, я Кира Юхтенко, и мы сейчас поговорим о тех событиях, которые разворачиваются вокруг Тинькофф Банка, и попробуем порассуждать немножечко о перспективах. Друзья, все то, что мы сейчас будем с вами обсуждать про Тинькофф Банк, конечно же, связано с санкциями, и многие розничные клиенты пытаются понять, может ли Тинькофф стать следующей мишенью санкций. Скажу сразу, может, в этом мире уже ничего абсолютно не исключено, именно поэтому я сейчас пока не готова активно инвестировать на фондовом рынке через российских брокеров, меня смущают инфраструктурные риски, и тут я напомню, что у нас на платформе EF Plus есть курс по криптовалюте. С криптой тоже не все так просто, но если уметь ей пользоваться, то можно создать себе безопасный коридор, чтобы вашим активам санкции не угрожали, этому мы учим на курсе, и вы все также можете его посмотреть уже не в рамках первого потока, а в рамках обычной подписки на EF Plus, где вы в любое время можете обучающее видео посмотреть и сделать домашние задания. Ссылочка есть в описании к этому видео. Ну, смотрите, сегодня мы видели, что расписки TKS Group падали, резко падали, намного сильнее, чем индекс московской биржи, на новостях о том, что Олег Тинков ведет переговоры с потенциальными покупателями о продаже своей 35% доли в TKS Group. А я напомню, что холдинг TKS Group – это кипрская компания, которая владеет Тинков Банком, Тинков Страхованием и другими активами бренда Тиньков. Смотрите, вообще в целом, надо сказать, что Олег Юрьевич уже достаточно давно пытается дистанцироваться от компании, наверное, во многом для того, чтобы не повредить ее бизнесу скандалами, которые вокруг него в последние несколько лет происходили. Я говорю сейчас о претензиях американской налоговой. И, собственно, еще в 2020 году Тиньков ушел с поста главы Совета директоров. Потом с января 2021 года Тиньков перестал быть контролирующим акционером. ТКС Group в банке неоднократно подчеркивали, что Тиньков не участвует в управлении компании. Сам Тиньков тоже говорил, что я, в общем-то, к Тиньку уже давным-давно не отношусь. Есть Оливер, вот он молодец, к нему и все претензии. В начале марта он написал в Инстаграме пост, где попросил не называть его российским олигархом. Цитата, я пенсионер, который пытается реабилитироваться и борется с лейкемией, пытаюсь помогать таким же. Я не занимаюсь никаким бизнесом и никуда не инвестирую. Написал тогда Тиньков. Потом на прошлой неделе он разразился уже куда более резким постом, где высказался против текущих событий. И, кроме того, даже отвечал на комментарии пользователей, причем отвечал так достаточно агрессивно. И, ну, как бы посыл был такой, что я к этому банку не имею абсолютно никакого отношения. И, как бы, о банке он отзывался как о чем-то ему совершенно явно неродным. Ну, кто видел эти комментарии, тот меня поймет, просто я не могу их процитировать дословно, потому что там есть неприличные слова. Собственно, почему Тиньков высказался против текущих событий, можно только гадать. Возможно, это был какой-то внутренний позыв. Возможно, все-таки за этим стоят и какие-то более продуманные вещи, потому что совершенно очевидно, что Тиньков, наверное, не хотел бы попасть под жесткие санкции всех стран, которые эти санкции могут наложить. И, возможно, поэтому он как бы открещивается от текущей ситуации. Но, собственно говоря, сразу после этого банк резко вдруг объявил, что планирует до конца этого года провести ребрендинг и откажется от фамилии Тинькова в своем названии. Ну, в принципе, с учетом того, что Тиньков действительно как бы уже давно отстроился, наверное, это кажется логичным. Понятно, что вот последние его высказывания заставляют Тиньков банк быстрее отказываться от его фамилии в названии. Тут ходят всякие шуточки по интернету о том, как теперь будет называться банк. Это действительно безумно интересно. Там есть версии типа Тиньков тут не работает или не Тиньков. Еще мне очень понравилось в Телеграме сегодня видела шутку. Представил, как Олег меняет фамилию на название, которое выберет банк Тиньков. Понятно, что он не будет этого делать, но тем не менее смешно. Вообще, маркетологи пишут, что одна из самых вероятных версий это Дзенбанк. Но и это как-то вызывает такие очень прямые ассоциации с Яндекс.Дзеном. И наводит нас на вопрос, а кто же все-таки купит банк Тиньков, долю Олега Юрьевича. Но об этом немножко позже поговорим. Давайте еще по хронологии пробежимся. То есть банк объявил, что он проводит ребрендинг. Потом буквально совсем свежая новость, что Оливер Хьюз и Павел Федоров, недавно покинувшие ТКС-исполнительные директора, готовят к запуску новый финтех-проект, нацеленный на Азию. Они уехали в ОАЭ и, судя по всему, с Россией работать не горят желанием. Кроме того, нам надо вспомнить еще, что в апреле группа сообщила, что она выделяет свой российский сегмент бизнеса и передает акционерные полномочия местным топ-менеджерам для обеспечения стабильной и эффективной деятельности. Скорее всего, действительно, ТКС готовится к санкциям. Мы понимаем, что рано или поздно, скорее всего, санкции долетят до всех, я боюсь, российских банков. Если что-то не поменяется кардинальным образом, а пока к этому предпосылок нет, ну и, собственно, конечно, ТКС как-то пытаются, наверное, отвести от себя этот огонь, но готовятся, проводят какие-то внутренние реструктуризации. Ну и, в общем, в таком контексте кажется логичным, что Тинькофф действительно может попытаться на текущих уровнях избавиться от своей доли в банке. Вопрос, за сколько он ее продаст. Вот Коммерсант сегодня написал, что некоторые источники называют сумму в 300 миллионов долларов. Ну и это, на самом деле, ничтожно мало, потому что сейчас рыночная цена доли 35%, которая принадлежит Тинькоффу, это примерно 2 миллиарда долларов. То есть это какой-то огромнейший дисконт. И, честно говоря, не очень понятно, почему он все-таки такой большой, если покупатель будет все-таки из России. И здесь, скорее всего, на самом деле Коммерсант цитирует старые данные, потому что он ссылается на переговоры, которые проводились в марте. А тогда, скорее всего, ориентировались на Тинькоффские ГДР, которые тогда падали там до 3 долларов. Сейчас цена там как бы уже немножечко другая, если мы посмотрим на текущие оценки. И, скорее всего, это просто старые данные, на которые опираются журналисты. Скорее всего, это просто не очень качественная информация. Но, тем не менее, Тинькофф продает. Тут, конечно, сразу все заговорили о том, что ага, мы же говорили, значит, пельмени он продал, пиво он продал, и банк он тоже продает. Значит, ничего не доводит до конца, все бросает. Слушайте, я тут, на самом деле, конечно, категорически не согласна с такой риторикой. Почему? Потому что, на мой субъективный взгляд, ТКС это, наверное, лучшее, что появилось в российском бизнесе за последние 10-20 лет. Это действительно очень крутой банк, в него многие не верили. Но, тем не менее, вы знаете, что на сегодняшний день действительно российский банковский сектор и Тинькофф здесь в авангарде технологий считается намного более продвинутым, чем банки европейские, американские. В Азии тоже, кстати говоря, банковские технологии развиваются очень бурно, куда, собственно, и переместился Оливер Хьюз с частью команды. Но, действительно, российский банковский сектор очень технологичен и очень продвинут. И Тинькофф здесь, конечно же, приложил к этому огромную руку. Кроме того, да, там те же Тинькофф инвестиции буквально на наших глазах, ну, просто перевернули рынок частных инвестиций в России и доставили их буквально в каждый карман. Мне кажется, спорить с этим никто не будет. И в последние годы, вот знаю достоверно, что когда разработчики приходили к представителям разных брокеров и говорили, какое приложение вы хотите, давайте какие-нибудь фишки интересные сделаем. Все банки говорили, ничего не хотим, сделайте нам просто как у Тинькофф. Ну, потому что было сделано действительно круто. И здесь, знаете, вот многие тоже начинают говорить, ну, вот если Олег уходит, то, значит, банк рассыпется. На самом деле, как я уже раньше сказала, Тинькофф уже несколько лет не имеет никакого отношения к работе банка. И банк может рассыпаться, знаете, из-за чего? Из-за того, что уходит Оливер Хьюз, который является, на самом деле, очень талантливым менеджером, антикризисным менеджером, который умеет делать прорывы. И который как раз-таки не то, что не растерял, а наоборот развил то, что заложил Олег Юрьевич, да, и на практике отточил очень многие вещи, которые работают. И вот уход Оливера, уход команды топ-менеджеров, вот это может стать проблемой, действительно так. Но, конечно, многое зависит от того, в чьи руки в итоге компания перейдет, да, по крайней мере, большая ее часть. И, ну вот, Коммерсант называет четырех основных претендентов, это Альфа-банк, Промсвязь-банк, АФК-система и Яндекс. Но Альфа-банк и Промсвязь-банк сами находятся под санкциями, то есть мы понимаем, что если они покупают Тинькофф, то как бы автоматически он тоже попадет под санкции рано или поздно, гарантированно. По АФК-системе сама компания не под санкциями, но под санкциями Евтушенков. С Яндексом то же самое, Яндекс не под санкциями, Тигран попал под санкции, но он компанию уже покинул. Ну, собственно, и Евтушенков тоже там уже немножко перераспределил структуру владения, но как бы не суть, все равно он может быть в фокусе внимания и АФК-системы тоже. Кроме того, в качестве кандидатов на покупку называли Мельниченко, это Еврахим. Ну, большой вопрос, не очень понятно, правда это или нет. И еще один претендент, который фигурирует периодически в телеграм-каналах, в частности, по-моему, Низ Игорь, что ли, про это писал или кто-то такой, как бы, да, со специфическим окрасом. Но, тем не менее, писали, что среди кандидатов может быть и компания Роснефть, которая хотела бы иметь, ну, условно, да, свой личный технологичный банк, который не находится под санкциями. Роснефть, кстати, тоже, по-моему, не под санкциями. Вот, но насколько это правда, опять же, мы не знаем, но, наверное, очевидно, что из всей вот этой компании претендентов Яндекс был бы лучшим вариантом, потому что, ну, только там есть реально сильная IT-команда, которая могла бы и дальше развивать этот бизнес и оставлять его в авангарде. И, собственно, вы помните, что переговоры с Яндексом Тинькофф уже вел, но тогда они ни к чему хорошему не привели, потому что Яндекс хотел купить Тинькофф слишком дешево. Не знаю, может быть, сейчас какие-то внутренние установки Олега Юрьевича поменялись, и он действительно готов продать дешевле. Ну, акции, кстати, по-моему, сейчас где-то вот на тех же уровнях, когда их хотел купить Яндекс и находятся после впечатляющего взлета, которым мы все наслаждались. Но, так или иначе, очевидно, что, наверное, как это ни грустно, но и для Тинькофф Банка тоже золотые годы остались позади. Здесь вот мне прям, знаете, хочется, сейчас я когда закончу видео для вас записывать, хочется включить вот этот прекрасный совершенно фильм Лошака. Он такой один, да, который был снят к юбилею Банка. Он очень красиво снят, он такой очень мотивирующий снят, и, знаете, он действительно у меня рождает какие-то такие чувства вот патриотизма, да, потому что, блин, ну, действительно наши люди смогли сделать такую крутую штуку. Но, еще раз, да, на мой взгляд, уход вот этой сильнейшей команды топ-менеджеров – это большой удар, и не очень понятно, кто будет новым собственником, и будет ли у этого нового собственника ресурс, компетенции и управленческая воля для того, чтобы оставлять банк ориентированным, да, именно на розницу, и работать с розницей настолько качественно, как это делал Тинькофф. То есть, как бы, понятно, что к нему тоже есть претензии, да, там, истории с кредитками, истории с какими-то там блокировками счетов и так далее. Но я говорю именно сейчас про вот, как бы, тот технологический продукт, который появился, да, не просто так Тинькофф оценивал рынок как IT-компанию, вот в той старой дофевральской реальности, потому что действительно он двигался на этом пути, и я думаю, что если бы ему дали еще несколько лет стабильной работы, он действительно, как бы, этого бы заслуживал. Это была такая оценка авансом, но он мог бы к этому прийти. Сейчас не очень понятно, грустно, и, ну, если бы я была акционером ТКС, а я акционер немножко, я бы, наверное, задумалась о том, нужны ли мне сейчас эти бумаги в портфеле, да, по целому ряду причин. Первое — изменение управленческой команды, второе, ну, очевидно, да, риски санкций, как и для всего российского банковского сектора. Третье — это риски, связанные с СПБ-биржей и там дальнейшими санкциями на брокеров, потому что не очень понятно, где что у нас в итоге застрянет, а ТКС — это все еще кипрская компания, которая предлагает нам свои расписки. В общем, рисков, на мой взгляд, на данный момент, к сожалению, больше, чем возможностей. Ну, пишите ваше мнение, пожалуйста, в комментариях, рассказывайте. Все-таки есть и позитивные сценарии, на которые можно надеяться, унывать мы не будем. Ну, в общем, расскажите, как вы смотрите сейчас на ТКС, ТЭИ и в целом на другие российские компании тоже. Поделитесь, кто вам кажется может быть интересным в текущей ситуации, привлекательным для покупки, а кого бы вы ни за что не купили. Друзья, на этом на сегодня все. Спасибо. С вами была Кира Юхтенко, команда InvestFuture. Всем пока и до новых встреч.